Здравствуйте, это канал Процветок и с вами Пашкевич Анна. Начался рассадный сезон. Мы возимся с любовью с нашей рассадой, но, к сожалению, иногда бывает так, что рассада начинает вытягиваться. Давайте разбираться, почему это происходит и что с этим можно сделать. Первая и самая очевидная причина, по которой вытягивается рассада, это загущение посевов. Иными словами, когда мы в достаточно ограниченный объем земли высеваем большое количество семян. Таким образом растения начинают, по мере того, как они растут, развиваются, испытывать дефицит в свете, в пространстве. Иными словами, они начинают конкурировать за площадь питания, за свет и таким образом вытягиваются. Что можно предпринять в данном случае? Конечно же, распикировать нашу рассаду и с большого массива пересадить каждое растение в отдельную емкость. Это будет способствовать тому, что растение начнет укореняться, получая достаточное количество питания и перестанет вытягиваться. Также, если рассада вытянулась достаточно, то можно прибегнуть к маленькой хитрости, например, углубить при пикировке наше растение вплоть до семядольных листьев. Например, если мы это сделаем с рассадой томатов, то она очень интенсивно хорошо нарастит корневую систему по всей длине углубления. Также будут наращивать и боковые корешки перцы и баклажаны, но будут это делать сравнительно медленнее и менее интенсивнее, чем это будет делать рассада томатов. Также, когда мы ведем пикировку из достаточно загущенных посевов, в качестве профилактики можно провести при пикировке обработку каким-нибудь раствором, который содержит полезную микрофлору. Например, это могут быть препараты на основе сенной палочки, тот же самый фитоспорин, для того, чтобы предотвратить возможное развитие патогенной микрофлоры, которая зачастую начинает зарождаться именно в загущенных посевах. Вторая причина, по которой может вытягиваться рассада, это, к сожалению, низкая освещенность. Очень часто мы просто после того, как высеяли наши семена, ставим их на подоконник и считаем, что там им достаточно света. Но обязательно первые две недели от момента всходов семена нуждаются в круглосуточном досвечивании. И интенсивность света, которая будет падать на наши растения для их полного роста, развития, должна быть не менее 30 Вт. Поэтому, когда мы недополучаем урожай уже в теплице, необходимо вспомнить, было ли досвечивание первые две недели от момента всходов наших семян. Это очень важная, как я сказала, причина, по которой может наша рассада вытягиваться и впоследствии мы можем недополучать урожай. Третья причина, по которой рассада может вытягиваться, это повышенная температура или пониженная температура. Уже давно подмечено, что температура неразрывно связана с освещением в момент развития рассады. Иными словами, чем выше у нас освещение, тем выше наши перцы могут, и томаты в том числе, могут выдерживать температуру. Но если наша рассада стоит на подоконнике, на котором мало того не хватает света, но еще и сквозняки тянут холодный воздух с улицы, то есть пониженная температура, то, к сожалению, это может провоцировать вытягивание нашей рассады. Поэтому обязательно смотрим и контролируем температурный режим во время роста и развития рассады. Оптимальные градусы это будет 20, 22, 25, в зависимости от того, какие возможности у вас есть. Также, если у вас есть возможность, то лучше предусмотреть колебания ночных и дневных температур. Иными словами, перец будет лучше адаптироваться к будущим условиям выращивания, если ночью температура будет для развития рассада 18-20, а днем температура будет в районе 23-25 градусов. Четвертая причина, по которой наша рассада может вытягиваться, это неправильные поливы. Иными словами, это могут быть и чрезмерные поливы, и недостаточные поливы. Но лучше не долить, чем перелить. Особенно это касается перца. Несмотря на то, что перец причислен к числу тех растений, которые нуждаются в большом количестве влаги, для него вместе с этим характерно развитие поверхностной корневой системы, которая располагается в верхних слоях почвы. И если мы чрезмерно его заливаем, то обратите внимание на то, что может развиваться различная микрофлора, земля может плесневеть, может зеленеть. Это первые признаки того, что мы переливаем нашу рассаду. Также мы можем вносить, по нашему мнению, достаточное количество влаги. Но необходимо помнить, что растения, особенно в первые две недели, наращивают корневую систему. И оно просто не способно физически впитывать тот объем влаги, который мы в него вносим. Поэтому крайне дозировано будем поливать нашу рассаду для того, чтобы избегать ее перерастания. Пятая причина, по которой наша рассада может перерастать, это несоблюдение норм питания. Зачастую случается так. Мы выбрали самые лучшие семена, высеяли их в самый лучший грунт. Нам очень хочется получить самую лучшую рассаду. И мы обязательно начинаем ее кормить. Многие садоводы и огородники, особенно начинающие, начинают вести подкормки с каждым поливом, с первым поливом. Но необходимо понимать, что корневая система начинает развиваться, начинает постепенно заполнять корневой ком где-то ко второй неделе от момента посева семян. И поэтому чрезмерное количество удобрений, которое мы вносим с поливами, может провоцировать засоление почвы. И таким образом растение просто будет вынуждено вытягиваться для того, чтобы исключить вот это вот действие, негативное действие чрезмерного количества удобрений на рост и развитие. В среднем мы выращиваем рассаду 50-60 дней. И за этот период времени необходимо выполнить максимум 3 подкормки для того, чтобы сбалансированно разбивалось наше будущее растение, которое принесет нам достаточно хороший урожай. Также необходимо помнить, что растение на стадии рассады не нуждается в таком большом количестве азота, как оно будет нуждаться уже после того, как мы его высадим в открытый или в защищенный грунт. Поэтому все подкормки мы будем делать с пониженным содержанием азота, но при этом будем делать акцент на внесение таких элементов, как фосфор и калий. Фосфор будет способствовать развитию корневой системы, а в рассаде что важно? Важно получить именно хороший сформированный корневой ком, а не длинную, высокую, наземную, вегетативную вот эту вот часть. Калий же, который мы вносим с подкормками, он повышает иммунитет и способствует растению адаптироваться к перепадам температур. Иными словами, это тот элемент, который крайне важен и необходим именно на стадии рассады. Хорошо совмещают в себе и фосфор, и калий. Такое минеральное удобрение, которое хорошо растворяется в воде, называется монокалийфосфат или монофосфат калия. Фосфора содержится в нем порядка 50% и более 30% калия. Это тот сбалансированный элементный состав, который будет крайне важен и необходим нашей растущей рассаде. Водный раствор монокалийфосфата мы будем готовить из расчета 10 г на 10 литров воды или 1 г на 1 литр воды. И вносить это удобрение под корень в небольшом количестве, поскольку рассада у нас растущая, маленькая и большого количества она просто не сможет усвоить. Поэтому вносим это удобрение, как и любую подкормку, дозированную. Ну а что же сделать, если все-таки рассада уже вытянулась? Как я сказала, первое и самое важное, это ее распикировать. Второе, можно углубить наше растение до семядольных листьев. Третье, это посмотреть на температурный и световой режим. Если у вас очень тепло в том помещении, где вы выращиваете рассаду, то по возможности снизить температуру. И также предусмотрены различные препараты, которые способны притормаживать рост растений в длину и способствовать наращиванию вегетативной массы в ширину. Иными словами, наше растение начинает расти вширь. И также эти препараты будут способствовать формированию корневой системы. Например, таким препаратом будет являться всем известный атлет. Также есть препарат, который называется Тур. Но необходимо понимать, что и Тур, и Атлет являются активными препаратами. И когда мы будем вносить их на стадии рассады, которая имеет, например, два настоящих листика, три настоящих, четыре, то, к сожалению, есть большая вероятность того, что наши растения просто не смогут этот препарат усвоить, и они будут подвержены ожогам, в частности и корневой системы. Или они могут присадиться так от этих препаратов, что затем, даже уже спустя месяц, мы не сможем их вывести из этого состояния. Поэтому Тур и Атлет препараты, которые заявлены от перерастания рассады, необходимо вносить на растения, которые имеют хотя бы шесть настоящих листиков. Надеюсь, в этом ролике мы подробно рассмотрели основные причины вытягивания рассады, и этот ролик поможет вам исключить данное явление у себя в этом сезоне. Оставайтесь на канале Процветок. До новых встреч!